Сейчас я нахожусь в храме Церкви Спасения, где только что завершилась четвертая мужская конференция под названием Чемпион. Сегодня собралось множество мужчин для того, чтобы в приятной атмосфере обновиться в вере, услышать свидетельства и просто хорошо пообщаться. В программе конференции братьев удивлял своим мастерством силач Евгений Хитяев, который с легкостью гнул сковородки, гвозди, рвал дневники и грелку, а также простым ударом разбил с локтя четыре блока. Музыкальным талантом, играя на саксофоне, послужил заслуженный артист Украины, обладатель титула «Золотой саксофон Украины» Игорь Рудой. Откровенным свидетельством поделился Евгений Исаев, победитель премии «Гордость страны-2012», воспитывая 11 детей, 7 из которых ВИЧ-инфицированные. На глазах мужчин появлялись искренние слезы, а в сердцах надежда и укрепление в Господе. Словом откровения делился епископ церковного поколения в Украине Андрей Тищенко. Я вообще верю, вот верю я, что каждый мужчина должен быть идеологом. Аминь. Потому что написано, что каждому мужу глава Христос, а уже жене глава муж. Конференцию завершил епископ и старший пастор церквей спасения Филипп Савочка. Чтобы чувствовать себя всегда правильным человеком, реализуйся физически через работу. Реализуй свои таланти через хобби, через спорт, через какие-то другие вещи. Для того, чтобы уничтожить стрессы, реализуйся душевно, мать друзей. И самое главное, для того, чтобы мать контакт с Богом, для того, чтобы мать вечное життя, для того, чтобы быть благословенными и быть в повазе и в шане, реализуй себя духовно. И будешь справжним человеком. Вся конференция была наполнена таким мужским единством, радостью, слезами. И остается только процитировать место из Писания, где говорится, что как хорошо и приятно быть братьям вместе. Продолжение следует...